Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меня зовут Евгений Макеевский. Апрель в нашем городе традиционно проходит под знаком тотального диктанта. Этот месяц не исключение. Пройдёт тотальный диктант 8 апреля в ЧГУ. Представитель ЧГУ, кандидат филологических наук Елена Иванова. Сегодня у нас в гостях. Елена Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Будет ли тотальный диктант, не обманул ли я телезрителей? Евгений, вы абсолютно кристально чисты. Вы не обманули 8 апреля традиционно. Традиционно в апреле, но не традиционно 8. Мы будем встречать уже в пятый раз тотальный диктант. Череповец в этом году отмечает юбилей для себя этой образовательной. Агаце, единственное, что поменялось, это время диктанта. Теперь он будет писаться в 14.00 по московскому времени. А писался раньше? В 15.00, да, чуть позже. Чуть позже. Я допускаю, что нас смотрят люди, которые не знают, что такое тотальный диктант. Вдруг где-то не слышали, не читали. Давайте всё-таки расскажем, что такое тотальный диктант, откуда пошла такая идея. Ну, наверное, предположить можно, что, например, в трёх, не буду называть, субъектах федерации, где пока ещё нет тотального диктанта из 85, 82 субъекта знают, что такое тотальный диктант. Тотальный диктант теперь уже всемирная образовательная акция. И надо сказать, что поменялся слоган до тотального диктанта. Если вы помните, два года назад мы встречались и говорили о том, что писать грамотно — это модно. Долгое время тотальный диктант шёл именно под этим девизом. А сейчас девиз поменялся, мне кажется, и очень правильно поменялся. Это акция, которая позволяет нам показать, насколько важен русский язык абсолютно во всех сферах нашей деятельности, насколько нелегко он может даваться даже самим носителям русского языка. Но, тем не менее, причастность к своему родному языку и к своей родной культуре — это важная составляющая нашей жизни. Откуда появился этот диктант? Откуда он к нам пришёл? Диктант пришёл из Новосибирска, и организаторы так и пишут. Теперь Новосибирск — родина тотального диктанта. И этот проект вырос из очень камерной акции, которая проводилась на филологическом факультете Новосибирского государственного университета. Но вот пришла хорошая идея переформатировать это сначала во флешмоб, который бы охватил Сибирь, Урал, Дальний Восток, ну а потом и всю Россию. Надо сказать, что статистика колоссальная тотального диктанта. 800 городов в этом году будет подключено к тотальному диктанту 67 стран. Это, я думаю, что очень много. Причём из 800 городов 237 за пределами России. Как Череповец подхватил вот этот вирус, этого флешмоба? Нас заразили, конечно, заразили именно организаторы из Новосибирска. Сейчас возглавляют весь этот проект во всём его, так сказать, масштабе. Являясь, по сути дела, директором этого проекта Ольга Рябковец. Именно она вышла на нас, на кафедру связи с общественностью, журналистики и рекламы. И вот тогда именно мы и в 2013 году, в общем-то, решили, что это дело стоящее и не ошиблись. Мы уже сказали два главных слова. Во-первых, мода на русский язык. Во-вторых, флешмоб. Флешмоб мы, опять-таки, если кто-то не знает, это не русское слово. Это не русское слово на самом деле. И теперь уже тотальный диктант не флешмоб. То есть, когда люди в одно время собираются и делают какое-то определённое действие. Мода на русский язык, несмотря на то, что ушёл слоган, она осталась? То есть, модно ли быть грамотным? И нужно ли следовать этой моде? Евгений, ну, мода, вы знаете, она очень капризно изменчива. Поэтому, наверное, к русскому языку слово «мода» и грамотности уже в смысловом отношении не очень хорошо подходит. Но это моё личное мнение. Потому что язык и интерес к нему вне времени. Точно так же, как вне времени должна быть грамотность носителя языка и его постоянное стремление совершенствоваться. Совершенствоваться. Тем более, совершенствоваться есть в чём, есть куда развиваться. Поскольку язык на самом деле один из самых совершенных и сложных языков мира. Ну, мне кажется, здесь другая часть. Модно становиться грамотным. Потому что в эпоху... Переход в состояние. Вот это модно становиться грамотным. Переход в состояние грамотного. В эпоху гаджетов, в эпоху электронных подсказчиков, когда ты пишешь поджог-поджог, одно и то же слово с разными гласными, и иногда ты просто пропускаешь это. Вот модно ли вернуться обратно для того, чтобы отойти от подсказчиков, которые всегда рядом? Да, я думаю, что это модно, это необходимо. Вы затронули очень сложную тему. Всё-таки те люди, которые являются так называемым теперь поколением цифровых аборигенов, у них совершенно другое сознание, чем у людей, которые не выросли в цифровых лесах. И это сознание современного поколения носит во многом, я думаю, любой психолог подтвердит, социолог клиповый характер. И вот эта фрагментарность, которую нужно собирать, она как раз не ведёт к абсолютной грамотности. А то, что касается работы с текстом, письма, чтения, то есть этих основных, они как раз возвращают нас в несколько другие пространства мыслительные и позволяют систематизировать, как-то упорядочить наши знания и их практическое применение. Я имею в виду языковые знания. Ведь всё-таки диктант — это не сочинение, диктант — это как раз грамотность. Да, диктант — это, конечно, грамотность. Он в первую очередь проверяет, понятно, нашу компетенцию в орфографии, в пунктуации, но при этом он проверяет и наше смысловое восприятие текста. Потому что, не помню, говорили мы два года назад об этом или нет, но в последние годы, до того, например, как были отменены совершенно вступительные испытания в виде диктанта в университет, мы всё чаще, приёмная комиссия, сталкивалась с ошибками не только орфографического и пунктационного, а именно понятийного характера, когда синицы списком летели на юг, и вот это списком было написано «слитно». И таких ошибок было всё больше и больше, и, конечно, это свидетельствовало о некотором, ну, я не знаю, деформации о некоторой в сознании носителей языковых восприятий смыслового. — Я себя не отношу к цифровым аборигенам, хотя очень активно пользуюсь гаджетами. — Нет, Евгений, вы не цифровой абориген. — Но, и у меня возникает... — Это не единственный ваш плюс. — Да, спасибо. И у меня возникают в голове иногда просто появляются какие-то слова или появляется то слово, которое ты никогда не употреблял, но оно где-то у тебя есть на подкорке, как оно пишется. Вот как тренировать себя, чтобы не потерять вот навык написания? — Ой, замечательный. Рецепты здесь, конечно, не хирургического, а терапевтического характера. Мы не так давно со студентами на лекции по литературному редактированию, да, а процесс редактирования, он, конечно, включает очень серьёзные механизмы контролирующего сознания. Мы слушали шефа редакторской службы «Русского репортера» Марину Борисову, и вот мне очень понравился действительно этот терапевтический рецепт. Правда, он редактором, но я думаю, что это универсально. Она говорит о том, что надо две страницы хорошего текста читать просто вслух каждый день. И это будет прекрасная терапия и профилактика против и безграмотности, и безвкусицы. — Спасибо. — Как будете готовить к «Тотальному дистанту»? — Уже готовим. Да, уже готовим. Завтра пройдёт заключительное занятие традиционной подготовки до курса «Русский по пятницам». Прошло уже, наверное, пять или шесть, я не буду врать, да, пять или шесть занятий «Русский по пятницам». Как обычно, его посещали и те, кто из года в год ходит, и для них это, во всяком случае, такая ожидаемая, ну, ожидаемая неделя. И те, кто приходит первый раз или пришёл первый раз. Потому что некоторые приходят на одно занятие, потом уходят, потом через две недели ещё придут. Вот таким образом. Готовили, и можно было готовиться очень серьёзно и в онлайн-режиме, потому что на сайте «Тотального диктанта» есть курсы онлайн-подготовки. Они, собственно говоря, совпадают с теми материалами, которые нам присылаются, методической комиссией. Ну, вот я сама попробовала несколько этих онлайн-курсов. Очень достойно. Нету, правда, времени ходить на «Русский по пятницам». То же самое. Ну, правда, действительно, к сожалению. Но там, наверное, всё хорошо. Что даётся? То есть это мы понимаем, что школьников перед ЕГЭ натаскивают по прошедшим заданиям. Я поняла ваш вопрос. Но, безусловно, материалы занятий «Русский по пятницам» с одной стороны актуализируют наши знания в самых базовых правилах орфографических и пунктуационных, а с другой стороны, наверное, они спроецированы на предстоящий текст, который в этом году Леонид Юзефович напишет. Он был 2 марта объявлен автором «Тотального диктанта». Я думаю, что уже знают, как будет выглядеть этот текст. И, соответственно, из-под воль готовят имена. Если об авторе, кто это такой, что можно посмотреть у него? Леонид Юзефович. Ну, надо сказать, мне нравится идея организаторов, которые считают, что «Тотальный диктант» — это не только образовательная акция с точки зрения русского языка, но это и образовательная акция, которая приобщает очень широкий круг современников к литературному процессу. И знакомит через авторов «Тотального диктанта» с какими-то серьезными, даже вершинными произведениями современной русской литературы. Вот Леонид Юзефович, один из лауреатов самых престижных отечественных премий литературных, и «Большая книга», и «Русский букер». Он начал, по-моему, публиковаться в 1977 году. И его романы, он известен как автор романов исторических, он по образованию историк. Если в прошлом году был детский писатель, позапрошлым был доктор филологических наук, то вот сейчас кандидат исторических наук. И как историк он пишет очень интересные циклы детективов. Его такой сквозной персонаж Иван Путилин, сыщик Иван Путилин. И последний роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога», который посвящен, по-моему, одному из эпизодов гражданской войны на Дальнем Востоке. Он получил премию «Большая книга» в 2016 году. Так что это очень интересная и качественная проза, конечно. Как будет проходить процедура? Что нужно с тобой взять? Ну, процедуры меняться не будет, потому что мы ручками обеспечиваем, естественно, бланками обеспечиваем. Поэтому паспортов тоже, наверное, не надо, только если пройти охрану в Череповецком государственном университете. Нужно прийти минут на 15 пораньше, то есть в 13.45. Аудитории 201-205, те, кто пишет «Тотальный диктант» знают. Но мы будем встречать, волонтеры наши будут всех встречать. Вот, как обычно, обращение организаторов «Тотального диктанта», оно обычно носит такой комический, шутливый, иронический, ну, какой угодно вот такой характер. Потом обращение самого автора, его чтение, сначала он знакомит, а потом уже читают, ну, как вы их называли, да, дикторы-диктаторы. Они тоже не менялись. Сразу же предвосхищаю ваш вопрос. Никаких известных людей не приглашали читать. Кто люди, которые приходят писать «Тотальный диктант»? Люди, так и хочется сказать, штампом от мала до велика, да. Череповчане не только, а те, кто приехал в гости в Череповец. Да, в этот момент оказался именно на Череповецкой земле. Поэтому это очень разные люди, это не только студенты, учащиеся, но это и много педагогов, в том числе педагогов-ветеранов, которые хотят проверить себя, ну, отстали они от жизни или нет в этом отношении. Очень много, ну, назовем их инженерно-техническими работниками или работниками инженерно-технической сферы. То есть врачи, юристы, я не знаю, мне кажется, что весь социальный спектр, ну, я исключаю доклассированных элементов, представлен на «Тотальном диктанте», потому что когда более 500 человек приходят, то, конечно, они очень разные. Возникает вопрос судьи, кто будет проверять, выставлять оценки? Вы знаете, мы все-таки настолько, вероятно, не старомодны, нет, ни в коем случае, мы очень традиционны, по-хорошему традиционны филологи, филологическая комиссия. В нее будут включены и преподаватели кафедры отечественной филологии, прикладных коммуникаций, преподаватели кафедры связи с общественностью, журналистики, рекламы, наши аспиранты, магистранты и даже лучшие студенты. — Бывает так, что человеческий фактор может пропустить ошибку? Есть ли проверка-перепроверка? — Да, есть перепроверка. Перепроверяются работы, это традиционно, либо отличные, либо неотличные, ну, назовем так, которые серьезно, или пограничные, между, например, 2-3, 3-4, 4-5 перепроверяются. — Где можно посмотреть оценки потом, после того, как все вот это состоится? — Оценки можно посмотреть на сайте тотального диктанта под своим кодовым словом, которое должно быть записано в планке. Вы набираете кодовое слово, и вас запускают на страницу, где вывешены результаты, естественно, результаты, знаете, только вы, свои результаты. Поэтому запомнить кодовое слово, зайти на сайт тотального диктанта, набрать кодовое слово, посмотреть оценку. Что нужно сделать после того, как ты получил оценку за диктант? Работа над ошибкой? Или почивать на лаврах? Потому что Череповец ведь очень хорошие показывают результаты. Действительно, дает хорошие результаты из года в год. У нас есть даже человек, который пишет либо на пятерку, либо на 4,8, если оценивать. Постоянно. Это фанат совершенно русского языка и грамотности Ирина Ванханин. Уже любимица наша. Ну, во всяком случае, как можно работать над ошибками? Вместе с нами можно работать, потому что мы всегда в течение двух недель организуем работу так называемого бесплатного консультационного пункта. Это после уже? После. Да, после того, как все проверено, люди посмотрели, и они могут, ну, я пока часы вам не могу сказать, но где-то обычно с 5 до 6 вечера мы ждем всех в 311 аудитории. И там консультируем, если у людей есть вопросы какие-то к нам. Спасибо большое, Елена Михайловна. У меня вопросов к вам на сегодня больше нет. Пожалуйста, Евгений, всего доброго. 8 апреля в ЧГУ «Тотальный диктант в Череповце». Приходите, проверьте свою грамотность. Это была программа «Перекресток». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин.